Добрый день, сейчас я представляю здесь географический факультет Московского университета государственного Невомосова. И в течение последнего года мы с Краснодарским институтом биологической защиты растений совместно выполняли интересную работу по раненому детектированию патогенов на посевах пшеницы озимой с целью определения и детектирования этих патогенов именно в тот момент, когда мы еще не можем это наблюдать воочию, но это уже каким-то образом отражается на спектральных характеристиках культуры. Ну и в общем, как я сказал, в основу исследования является именно зараженность растений. Для того, чтобы производить это исследование, мы искусственно инфицировали растения озимой пшеницы на экспериментальных площадках, прежде всего бурой ржавчины. Почему бурой ржавчины? Потому что это одно из самых распространенных заболеваний злаковых культур, чаще всего пшеницы, которое очень актуально для Юга России. И в качестве программы нашего исследования, что мы хотели сделать? Создать на экспериментальном поле некоторые экспериментальные участки, которые будут последовательно заражены бурой ржавчиной, не заражены бурой ржавчиной, и такой некий контроль, который будет доставлен в естественных условиях развития. Соответственно, провести наземное, контактное и бесконтактное спектрометрирование этих объектов, провести оценку, как это все меняется в течение времени, именно в течение в основном инкубационного периода развития патогена, и понять, что с этим можно делать, как можно это детектировать. Естественно, все это делалось в основном наземными методами, но с прицелом на использование дальнейших дистанционными методами, когда-то он с беспилотников или со спутников, чтобы здесь главная цель это определить, на каких длинах волн и как именно во времени реагирует культура на возбудитель. Собственно, это схема эксперимента. Было выбрано 4 различных сорта пшеницы азимой, которая была по-разному воспринчива к патогену бурой ржавчины. То есть, снизу вверх получается курень, бонус, оксинья и краснодарская 99. Соответственно, краснодарская 99 это наиболее восприимчивый к бурой ржавчине вид, а курень более устойчивый, практически не реагирующий на заражение бурой ржавчины. Соответственно, вот они располагаются вот такими рядками. Значит, штриховкой обозначен инфекционный фон, то есть вся эта полоса была заражена бурой ржавчиной. Вот эта полоса была от защиты фунгицидов, а вот эта полоса от естественного фона была основана. Значит, по поводу методов и какие данные собирались с этих экспериментальных участков. Прежде всего, это бесконтактное спектрометрирование полевым спектрорадиометром ASD FieldSpec, который собирает данные в диапазоне волн от 350 до 2000 нанометров, со спектральным разрешением 3-5 нанометра, что, в общем-то, является очень-очень высоким спектральным разрешением, гиперспектральной системой, для того, чтобы понять, на какой длине волны именно лучше всего определять раннее развитие болезни. Контактное спектрометрирование производилось в экспериментальной форме, чтобы прежде всего понять, насколько именно сам спектр листьев отличается от того, что мы видим, когда измеряем посев дистанционно. Кроме того, помимо всего прочего, на этих посевах проводились классические измерения осмотра растительности визуальной, измерения высоты, количество, ну, визуальный осмотр листьев, насколько они поражены болезнью и так далее. И сбор спорового материала. Сбор спорового материала производился как человеком с земли, специальным пылесосом, можно его так сказать, который засасывает воздух и принимает на приемник споры патогенов грибковых болезней и так далее. Также сбор спорового материала производился специальными дронами, которые летают над определенными участками посевов. И струей воздуха также сверху засасывают все споры, которые на тестовых участках так или иначе произрастают. Вот схема, как это все происходилось во времени. То есть у нас тут есть две обработки фунгицидом на защищенном участке, бесконтактное спикерометрирование, сбор спорового материала, ну и все то, о чем я говорил. То есть это у нас конец апреля, начало мая в течение всей недели и еще три измерения вот в течение мая и до 2 июня. Почему именно этот период? Потому как коллеги из НИИБЗР нам сказали, что это наиболее благополучный период для развития инфибационного периода боро-ржавчины. То есть именно в этот период мы еще ничего не видим глазами, но уже могут появляться первые признаки в спектре, когда это тот момент, когда еще можно что-то исправить. В чем основная проблема детектирования болезней. Если мы их обнаружили уже на поздней стадии, мы можем только констатировать факт, что с этим ничего нельзя сделать. Если мы их обнаружили на ранней стадии, как например вот этой, то можно вовремя среагировать, обработать фунгицидом, спасти посевы и так далее. Значит, что мы обнаружили в ходе анализа данных наземного бесконтактного спектрного периода? В принципе, у всех этих делянок в видимой части спектра очень похожие значения. То есть пшеница развивалась и сеялась в одно и то же время. Визуально на поле она также выглядела очень однородно. И в графике спектральной яркости у нас тут показывают то же, что все примерно одинаково. Но в ближнем инфокрасном диапазоне спектра мы видим расхождение, которое уже может нам говорить о том, что именно этот диапазон более кондиционный для оценивания. Здесь у нас приближение. Вот в видимом диапазоне с сильно увеличенным шагом мы видим вот картину. Значит, сплошные линии это инфицированные делянки, пунктир это защищенные делянки и точками показаны естественные фон. Вот это для одного числа, для первого мая, например. То есть мы видим, что здесь в целом в ближнем инфокрасном диапазоне инфицированные делянки имеют более низкие значения спектра. В целом. Как это ожидалось. Но существует очень много отклонений от этого показателя. Поэтому мы решили, что нам интересно посмотреть не конкретный день и его спектральные особенности, а именно изменение спектральных характеристик во времени. То есть мы специально делали временную серию, чтобы понять, как по-разному зараженные инфицированные виды и естественный фон реагируют во времени. Мы выбрали длину волны 800 нанометров, так как она находится в ближнем инфокрасном диапазоне спектра. И их очень часто используются всевозможными съемочными системами для дистанционного зондирования. И попробовали оценить, как разные виды в динамике нам показывают, какую картинку они показывают. И тут мы видим, что, я напомню, сплошные линии, это у нас зараженные. Вот зараженные виды достигают пика чуть позже, как правило. И в целом у них картинка на графике имеет более выпуклый такой характер. То есть они идут сначала вот в районе 5-10 мая, они вот так вот ярко выражены вверх, а потом идут вниз. в отличие от большинства остальных защищенных делянок, а также делянок под естественным, оставленных в естественном виде. Здесь представлено помимо хода на 800 нанометрах значений из коэффициента спектральной яркости. Еще и значение спор, болезни, которые были определены вот в эти же дни. И мы тут замечаем, что только наиболее восприимчивый сорт Краснодарская 99 по-настоящему страдала бурая ржавчина. Несмотря на то, что была инфицирована вся вот эта вот делянка, весь первый столбик, бурая ржавчина наблюдалась исключительно на Краснодарской 99. Ну и огромное количество других патогенов в это же время развивалось совместно с ней. Это наводит нас на мысль, что чистота эксперимента в общем-то соблюдена не было. Если мы говорим про открытое поле, то мы не можем говорить, что на посевы влияет только один патоген. На них всегда будет влиять помимо одного патогена еще ряд других факторов, таких как неоднородность высева, какие-то локальные особенности, почвенное разнообразие именно на уровне микро-ландшафта. Но тем не менее, что мы из этих графиков, какие выводы мы все-таки сделали. Временной ход коэффициент спектральной яркости на длине волны 800 нанометров для защищенных участков имеет более плавный вид и к 2 июня достигает более высоких значений, чем зараженные виды. То есть чувствует себя в принципе лучше. Но динамика для пассивов естественных еще лучше, чем как для зараженных, так и обработанных фунгицидами. Мы предполагаем, что поскольку фунгициды все равно дают некоторый стресс для растения, это связано с тем, что инфицированные виды были подвержены стрессу от инфицирования, от искусно-сознанного инфекционного фона, а защищенные от фунгицида. То есть ну и вот как я сказал, здесь примеры неравномерного высева. То есть все равно происходит так, что все всходы поднимаются не синхронно как с какими-то прореженными, что вносит безусловно погрешности в измерениях. Пару слов про контактное спектрометрирование. Мы использовали слив клипер сенсор, который используется совместно с полевым спектрорадиометром ASD TLSPEC. Проблема была в том, что его диаметр больше, чем диаметр листовой поверхности флаг-листа, который мы измеряли на делянках. Поэтому был использован трафарет, для которого отдельно измеряли значения коэффициентно-спектральной яркости, чтобы потом декомпозицией понять именно значение спектральной яркости листа. Вот здесь просто картинка представлена значение именно спектральной яркости трафарета нами созданного и всяких измерений растительности. Видно, в каком диапазоне они находятся. И если сравнивать данные, которые получены с бесконтактного наземного спектрометрирования и с контактного спектрометрирования, какие выводы мы можем сделать? Они имеют более-менее схожие значения, схожие порядки. То есть здесь 0,5 коэффициент спектральной яркости, здесь тоже 0,5 и в принципе они выглядят похожими. Единственное, здесь немножко больше влияет фактор поглощения влаги, поэтому в ближайшем ментокрасном бесконтактное измерение немножко прогибается вниз. Но что характерно, при измерениях контактных в видимом диапазоне у нас гораздо больше возможностей для анализа. То есть если здесь они примерно одинакового порядка и характера и вида, то здесь у них именно больше разброса. Что безусловно вдохновляет. Что не вдохновляет, что в общем целом они очень слабо коррелируют друг с другом в плане соответствия кто из них наиболее высокие значения коэффициента спектральной яркости имеет, а кто более низкие значения коэффициента спектральной яркости. В принципе мы считаем этот эксперимент нужно продолжать, взять больше значений, попробовать убрать факторы, которые мешали нам в измерениях и в их точности и попробовать еще раз сопоставить данные контактных измерений и бесконтактных. Ну вот эти выводы я уже сказал, то есть помимо особенностей геометрии растений и недостаточного количества измерений при наземном спектрометриевании бесконтактном может также влиять и атмосферное условие, и освещенность, направление теней, неравномерность высева и так далее. В принципе из общих выводов можно сделать, что наверное детектировать на ранних стадиях патогены можно, но исследования в этой области необходимо продолжать. Кривые спектральные яркости имеют в ближнем инфракрасном видимом диапазоне очень схожие значения, а в ближнем инфракрасном диапазоне они больше различаются между собой, поэтому мы предложили длину волны 800 нанометров как такой удобный способ оценки их во временном ряде и естественно вот на следующий год мы планируем повторить эксперимент с учетом всех ошибок, которые мы сфиксировали были в исследовании этого года. Значит, что в дальнейшем мы хотим сделать попробовать использовать больше методов математического моделирования именно для сопоставления как коэффициентов спектральной яркости и графиков изменения их во времени с данными полевых наблюдений измерений растений и спорового материала. Также мы планируем использовать фотографирование можно сказать подспутниковое фотографирование при наземном бесконтактном спектрометрировании чтобы одновременно со съемкой спектра растительности производилась фотография чтобы мы точно знали какое соотношение зеленой растительности почвы желтой растительности именно какая спектральная составляющая у них является. Это необходимо именно для уточнения значений самого спектра. Плюс очень интересно проводить этот эксперимент как в полевых так и в лабораторных условиях что мы уже реализовываем в настоящий момент где в лабораторных условиях у нас будет закрытая среда и только влияние бура-ржавчины будет воздействовать на эксперимент. Ну и соответственно мы постараемся в дальнейшем по стихоньку переходить на дистанционные методы то есть вот в тех диапазонах волн каналах использовать специально настроенные мультиспектральные камеры на беспилотниках чтобы фиксировать эти заболевания патогены именно на уровне как минимум отдельного поля. Вот для чего это в принципе будет необходимо соответственно предполагается создание базы данных спектральных характеристик для разных по воспримечательности к болезням сортов и разработка новых методов для ранней диагностики патогенов для санитарного мониторинга. Спасибо. Какие вопросы? Пожалуйста. Подобные работы тоже проводим два года мы как раз все наоборот начали то есть мы провели лабораторные с начала исследований и на этих лабораторных исключили все естественно вашу атмосферу неоднородность прочее и там спектральные характеристики и на ранних и на более сильных и более сильных поражения очень хорошо проявляются причем не на только 800 нанометров это три канала более-менее уже стандартные и зарубежные исследования и на участие Россия но они отличаются будет чистая астана допустим корневая гнида дура и ржавчина но по одному каналу такие задачи не решаются и первое что для того чтобы вы только поставили задачу найти нужные каналы нужно исключить все остальные нужно провести лабораторные исследования именно в инкардуционном условиях там все это наглядно а уже потом вы вот эти каналы найдены ну например я скажу для корневой гнили это 515 680 и 725 это три канала которые ну там неважно они там это уже точно понятно по ним строится индекс комплексный который идеально все эти вещи можно построить индекс который с большой достоверностью практически если лабораторные эти условия ну там 98 99 все это ловится на ранних стадиях а потом уже используя вот эту технологию можно делать вот как мы делаем на тестовых полигонах на местности и уже используя вот эти найденные без всяких шумов без всяких внешних воздействий индексы либо каналы решая ту задачу а потом уже на бесплодных хорошо спасибо вам большое ценно на самом деле замечание хочу пояснить что 800 метров мы использовали не как канал для детектирования болезни а скорее как условное значение как центра спектра яркости именно для того чтобы оценить как оно изменяется во времени то есть для оценки именно временного хода с точки зрения воздействия болезни на различные сорта разъем шевицы вот в том то и проблема да с каждым вместе своим что есть примет нечистый но мы пришли к этому лабораторную лабораторную спасибо какие еще есть вопросы на платье число перед прерывом если больше нет вопросов спасибо